Можно выделить два основных направления, если мы говорим о клинических исследований на территории стран ЕС. Первое – это все-таки приведение исследований в соответствии с новым законодательством на уровне ЕС и адаптация локальных законодательств к законодательству ЕС. То, что сегодня обсуждалось на сессии по регуляторным вопросам, в частности, изменения в законе о лекарственных средствах российских, для того, чтобы он отражал требования ЕС и ссылался на эти документы. И, наверное, такая же работа ведется и в других странах. Что позволит нам сделать рынок более гармоничным и гармонизировать проведение исследований в разных странах ЕС. Ну и второй – это развитие информационных технологий. Отчасти это связано с тем, что такая необходимость была вызвана в условиях пандемии, чтобы сохранить клинические исследования, активно развивалась информационная технология. Часть этих информационных технологий и так называемых децентрализованных, удаленных активностей в исследованиях наверняка останется с нами и в будущем. И, наверное, вот сейчас, когда, мы надеемся, пандемия будет потихонечку уходить на нет, ну, во всяком случае, из нашей жизни, не так на нее активно влиять, мы увидим, какие из информационных технологий и децентрализованных активностей останутся с нами, ну, условно, навсегда в той или иной степени. Наша компания, наверное, не может похвастаться тем, что мы входим в десятку по количеству исследований в России. Мы не входим, но мы можем, наверное, сказать с гордостью о том, что мы одна из немногих компаний, которая организует клинические исследования во всех странах ЕАЭС. В настоящий момент у нас есть исследования, которые проходят, кроме России, еще в трех странах. Это Армения, Республика Беларусь и Казахстан. И, насколько мы знаем, не так много компаний работают сразу в четырех странах ЕАЭС. Ну, и также хочется сказать о постепенном активном выходе компании на онкологический рынок. Мы сейчас очень много сил и исследований в этой области развиваем. И препараты действительно жизнеспасающие, которые необходимы пациентам для лечения тяжелых онкологических заболеваний и заболеваний в области онкогематологии, в частности, у детей. И очень надеемся на то, что мы будем все больше и больше таких исследований на территории ЕАЭС выполнять и давать шансы нашим пациентам на выздоровление. Сегодня форум меня порадовал активным участием регулятора. Это действительно очень важно, потому что есть проблемы, которые надо обсуждать совместно с индустрией на открытых площадках. И то, что сегодня регуляторы разных стран участвовали в заседании, это очень важная тенденция. Не всегда на форумах так удается обсудить напрямую проблемы с представителями регуляторов. Вот, мне кажется, это основная часть. И, наверное, еще просто обменяться мнениями с коллегами о том, какие у кого есть сложности, особенно, опять же, в условиях пандемии, кто как их решает. Может быть, удастся использовать какие-то успешные решения в практике других компаний, которые слушают об этих решениях.